Я сейчас смотрел юмористов, и, конечно, да, я не знаю, даже у меня что-то происходит совершенно дикое, хотя, может быть, юмористы тоже могут писать письма президенту, ну, это очень странно, но всё-таки у меня тут как бы всё серьёзно, никакого юмора, вообще ноль юмора. Пришло мне сообщение сегодня о том, что моё письмо попало не к президенту, а в соответствующую организацию, и, в общем-то, наверное, это соответствующая организация. Я не знаю, ну, меня, конечно, немножко напрягает, что я там написал, но вроде бы я писал именно вот то, что и хотел написать. То есть, ладно, там немножко совсем, лучше что-нибудь другое буду говорить, ну, как бы, что происходит, то происходит. По поводу того, что я сегодня смотрел, не знаю, это, наверное, не очень интересно, но, кстати, мне самому это интересно, потому что сегодня я впечатлился в фильм, который называется «Обратная связь». Я прямо вообще вот так вот смотрел, мне было очень интересно, очень интересно, прям, да, но он как бы не детский такой фильм. А, ну, конечно, про монтажную пену начал смотреть, наконец-то. Я сначала посмотрел про Узбекистан, кстати, мне стыдно, что я вчера наговорил, но просто я не знал, что ещё говорить, что в голову первое пришло под утро ночью, то и начал говорить. Потому что, ну, с другой стороны, я не знаю, по какой причине ещё можно скрывать от туристов свою страну. По какой причине можно скрывать? Ну, тут у меня возникла ещё одна версия, что это может быть от какого-то стеснения, хотя целая страна на государственном уровне стесняющаяся. А-а-а, подготовка. Подготовка страны для туристов, чтобы покраше выглядеть. Может быть, так. По каким-то канонам, чтобы лучше выглядеть. Ладно, лучше вот это тоже как бы. Не важно. Так, а что же важно? Что же важно? Мне лично важно понять, почему у меня начинает болеть голова. Она у меня сегодня начала болеть после того, как я устроил себе обед. Хотя вчера я ужинал. То есть, я с сегодняшнего дня начал нормально есть. И более того, не более того, а просто из того, что у меня было, оказалось только возможным сделать японскую еду. Ну, правда, не оформленную. Она называется нигири или о нигири, я не помню. Это, как говорят древние японцы, как всегда любители древностей, что вот у них была такая старинная еда. Это такие рисовые треугольнички с нори. А у меня просто, я вспомнил про нори, и вот рис у меня есть. И вот я это поел, и у меня вроде как заболела голова. Возможно, что от этого. И потом болела долго. Но все равно как-то прошла. И вот я не посмотрел, что у них там за состав у этих нигири. Нори, нори, нори. Конечно, я про нори говорю. У нигири понятно, какой состав. Рис с тиной, ну, с нори, и что-нибудь еще добавить. Неважно. Ну, вот такой у меня прогресс. Я сегодня начал есть. Сходил в магазин. Иду в магазин, думаю, что там будет по акции из того, что я обычно покупаю. А ничего не было. И поэтому я купил сало. И вроде как кусочек его съел и даже наелся. Это для того, чтобы немножко подпорченный уже старый хлеб с чем-нибудь съесть. И тоже, не знаю, насколько это важная информация. Но я купил еще рыбки, но ее не стал есть. Наверняка я что-нибудь сейчас забыл. А, ну сейчас вот я досматривал юмористов, поэтому так поздно ложусь. Но постараюсь все-таки лечь. Ладно.